Друзья, всем привет! С вами Леся и у меня пустые баночки к вам, потому что много всего закончилось. И я спешу с вами поделиться своим мнением. Не вижу смысла копить до какой-то определенной даты, если действительно объем пустых баночек позволяет вам что-то рассказать. Давайте начнем с такой вот парочки. Это Just Here. У них вот такой вот дозатор. Это шампунь и бальзам. Кондиционер, значит, для глубокого увлажнения. И что могу сказать... Давайте немножко подниму, да, чтобы было видно как-то покрасивее. Что могу сказать... Это хорошие продукты в плане рабочей такой, знаете, силы, потому что шампунь хорошо очищает волосы. Он, правда, очень жидкий, но при этом он очень сильно экономный. Он отлично волосы очищает и при этом не спутывает их вот в солому, в проволоку. Нет, то есть такого не будет. А кондиционер завершает этот уход. То есть он делает волосы более гладкими, более послушными. Волосы хорошо расчесываются. И когда волос высыхают, неважно, посушили их феном, либо они высохли своим естественным путем, они безумно пышные, шелковистые, объемные, увлажненные, напитанные. В общем, все-все-все-все просто вкупе. Волоски просто рассыпаются. Шикарные продукты. Единственное, ну, честно говоря, я не вижу... Вот у меня до этого была зеленая линейка. Я не вижу особой между ними разницы, то есть на себе, на своих волосах. И я бы лучше зеленую повторила, потому что здесь мне менее понравился запах. Выглядит, пахнет так, как выглядит. То есть действительно запах вот какой-то такой свежести присутствует. Я просто очень не люблю свежие запахи. Если шампунь еще пахнет как бы хлопком, таким свежим ароматом, но при этом хлопком, то бальзам, он как-то немножко по-другому пахнет, что странно, потому что вот зеленая линейка, не помню, какая именно она там была, зеленая, такой оливковая, в флаконах. Там просто все один в один пахло. Здесь немного отличается. И хочу, кстати, заметить, у меня шампунь был маленький, а кондиционер большой, ну, просто потому что у меня бальзамчики, маски, кондиционер быстрее заканчиваются. Я думаю, у многих так. И хочу отметить, что шампунь, он идет более темный. Вроде бы одинаковый, да, оттенок, но все-таки шампунь темнее, а бальзам светлее. Это круто, потому что баночки вроде похожи, чтобы там в ванной не стоят, не вчитываться. Это к тому, если у вас там одинаковый объем, а шампунь и бальзам, да, не так как у меня один больше, другой меньше, вы знаете, что где. Вы просто по цвету их отличите. Это тоже прикольный такой ход. Вот, в общем, парочка мне понравилась. Надолго хватило, прям очень надолго. Честно говоря, уже надоело, ну, чисто и со своего запаха, потому что мне не очень нравится, но продукты классные. Реально классные, рабочие, вообще без претензий. Так, покажу вам парочку миниатюр. Миниатюр тут есть, которые мне дарили в подарок при покупке золотого яблока. Давайте их разберем. Значит, вот такой вот шампунь. Эко-крафт. Натуральный шампунь. Манго и розовый имбирь. Пахнет приятно. Действительно, аромат манго. И, наверное, этот розовый имбирь дает мне такой запах розового апельсина, такого сладкого. То есть я цитрусовую нотку здесь слышу, но не имбирь, потому что имбирь я вообще терпеть не могу. Приятная, красивая упаковочка, насколько я понимаю. Она повторяет полный размер. Продукт сам по себе хороший очищающий шампунь. Ничего специфического, ничего такого уникального, специального, чтобы я вот увидела его, и мне захотелось побежать его приобрести. Нет, я вот миниатюрку попробовала, вроде бы ничего, но, ну ладно, типа попробовала и хорошо. Да, может быть, если были какие-то акции с подарками от бренда, может быть, я бы еще задумалась, но все-таки полный размер, у меня желания нет приобрести. Далее вот такой вот гель для душа от Мэкс был у меня. Это Black Woman. Здесь 50 мл. Насколько я понимаю, это повторение аромата одноименного от Мэкс. Парфюмерии Мэкс мне не нравится. И, честно говоря, этот аромат мне тоже не понравился. Я бы никогда бы в жизни не купила такой парфюм даже за 50 рублей. Как он пахнет, я не могу объяснить. Ну, потому что здесь какой-то идентификации определенной нет. Хотя, вроде бы, я как слышал какую-то фруктовую нотку, блин, вода потекла. Может быть, немножко абрикосика, что-то издалека. Но на самом деле это просто парфюмерная композиция. Она мне не понравилась. Но в формате 50 мл использовать пару раз для какого-то разнообразия. В общем, норм. То есть, у меня не было желания выпросить. Ну, и чтобы мне это понравилось, тоже не было. Ну, вот так вот использовала. По крайней мере, попробовала какие-то такие продукты, которые бы, да, я совсем сама бы нигде не приобрела. Так, дальше идем уже по продуктам, которые я сама покупала. Значит, закончилась вот такая вот пенка от моей любимой марки Лабораториум. Пенка для умывания для жирной кожи. Значит, что у нас здесь? Успокаивающее эфирное масло Иланг-Иланга. Хлорофил, кератиновая пастра и экстракты герани. Противовоспалительное действие и себорегулирующее. Упаковка, конечно, просто потрясающая. Это, ну, настолько красиво. Я даже горжусь тем, что наши отечественные российские марки, они понимают, в каком направлении двигаться, чтобы это было продаваемо и стильно. Минимализм, лаконичность и вот такой вот красивый дизайн. То есть, это выглядит дорого, это выглядит стильно. Мне так нравится. Ароматы действительно Иланг-Иланга. Такой сладкий, насыщенный, даже немножко с горчинкой. И, как вы понимаете, вот помпа, то есть, это пенка. Вы выдавливаете и выходит пенка. Я не любитель пенок, но так как я обожаю марку Лабораториум, конечно же, мне хотелось попробовать от них побольше продуктов. Но у них в формате умывавших только пенки для разных типов кожи. И вот я себе приобрела и мне понравилось. Во-первых, я оценила некоторое удобство в формате пенки. То есть, мне нужно там конжаковых спонжей, размыливание гелей и так далее. Просто вы нажимаете, выходит пенка, вы умываетесь. То есть, это экономия времени. Я это очень сильно уважаю. Экономия времени, даже хоть какого-то. Потому что самый ценный ресурс, который у нас есть, время. Ну, я так считаю, что лучше его потратить еще на что-то, чем, в общем, на умывание 10 минут. На то еще 10 минут и, короче, день закончится. Ну, это глупо. В общем, мне понравилась эта пенка. Ей удобно умываться. Она хорошо очищала. Красивая упаковка. Обожаю лабораторию. Что тут еще сказать? Но, конечно, формат пенки быстро заканчивается. Быстро заканчивается, потому что внутри просто тупо водичка, консистенция водички очень жидкая. И выходит эта пенка. Ну, и быстро, в общем, заканчивается. Вы же пенки не выдавите, как геля, вот такую капельку. Нет, вы тогда не умойтесь. Все-таки это должна быть какая-то такая ощутимая шапочка пенки. Поэтому, да. Ну, продукт понравился. Далее, если мы заговорили о марке лабораториума, давайте я немножечко так спущу, потому что у меня тут уже так поменьше будут форматом продуктики. Закончился вот такой вот бальзам для губ от лабораториум. Куртонектар номер 6. Это повторная покупка. Повторный бальзам для губ я заканчиваю. Вот он пустой. Обожаю его. Это апельсин и ваниль. Очень приятный. Он как маслица. Вы его немножко как ноготком так подковыриваете, потому что он такой достаточно... Ну, как... Сейчас скажу состав. Масло ши, масло какао, корнупский воск, эфирное масло апельсина и мандаринопищевой ароматизатор. Он такой как бы тверденький. Вы его подковыриваете, наносите этот комочек на губки, и на губках он моментально тает, обволакивает губки. Ни жирности, ни липкости, ничего нет. Губы просто реабилитируются на глазах. Увлажненный, напитанный, просто потрясающий этот аромат. Действительно, аромат апельсина. Ну, такой очень нежный, очень такой сладкий. Не сладкий, сладковатый, да? Ваниль оттеняет. Потрясающая вещь. Но если покупаю повторно, и сейчас я использую номер 7. Я просто не могу после этих бальзамов пользоваться какими-то другими. Все, они мне уже такие отвратительные. Кажутся даже те, что я раньше любила. Обожаю. Это просто мое спасение. И даже то, что это, казалось бы, не очень удобный формат, вообще не играет никакой роли, потому что продукт какой-то невероятный. Следующее, что покажу. Ну, так, крем для век от Five Elements. Это у нас активно увлажняет, усиливает защитные свойства кожи. Аква. Это еще старый формат. Сейчас их ребрендинг сделали. Ребрендинг до нудей, как вылетится. В общем, они в другом формате, в таком белом, красивом, стильном, люксовом дизайне. И стоят в два раза дороже теперь этот крем. Если я его покупала рублей за 700, сейчас он стоит 1400. То есть, я не знаю, поменяли ли там что-то внутри, композицию состава или еще что-то. Но стал он в два раза дороже. Это еще по старому дизайну. Конечно, могу сказать, что он мне безумно понравился. Он почти закончился. Вот, видите, то есть там буквально внизу так вот по стеночкам осталось. Конечно же, я это доиспользую. Но я уже, думаю, могу вам сейчас все показать и рассказать. Тут мне на неделю точно хватит, может быть, на полторы. Достаточно долгоиграющий продукт. Очень нежный такой кремушек. Приятный. Хорошо разносится. Мгновенно впитывается в веки. Нет ни жирности, ни пленки, ни стянутости. Вообще никаких потусторонних эффектов. Абсолютно нет. И для меня это большой плюс. То есть глаза ухоженные, не увлажненные. И даже если потом наносишь косметику, вообще никаких проблем нет. Ничего не скатывается. То есть беспроблемный крем. Я его хочу повторить в новом дизайне. Не важно, что он стал стоить в два раза дороже. Потому что я считаю, что он своих денежек стоит. Очень-очень классный крем. Следующее, что буду вам показывать. Крем для рук. Это у нас компания De Provence с миндалем. Значит, ценовая политика данного крема немножко выше, чем крема L'Occitane. За тот же самый объем в 30 мл. И мне хотелось попробовать с ароматом миндаля у другой марки. Конкретно у этой. Потому что она мне приглянулась. Опять же по дизайну. Красиво, стильно, дорого выглядит. Ничего лишнего. Все должно выглядеть так, я считаю. Зато здесь удобная такая вот упаковка. Откидная. Использовала, конечно, до конца. Несмотря на то, что объем маленький, хватило надолго. Я не устану повторять, что если вы платите за дорогие крема, не всегда, но в большинстве своем процентов 85. Они будут очень долгоиграющие, потому что их нужно немного, и потому что они работают. И у них накопительный эффект. В общем, все есть. Поэтому достаточно надолго хватило. Крем отличный. Он увлажняет, он напитывает ручки. Его нужно немножко. При этом, при всем, он впитывается. Он не оставляет пленки, жирности, ничего такого. Нет, вы можете брать в руки тетрадку, ручку, смартфон. И, в общем, делать, что вы хотите. Никаких жирных пятен, ничего не останется. Запах. К сожалению, здесь у меня ждало разочарование. Потому что я считаю, если вы платите за крем, а этот крем без скидок стоит 1000 рублей за 30 мл, это должно быть немножко что-то большее. То есть я хотела аромат, но аромат меня здесь разочаровал. Потому что это просто самый обычный запах сырого миндаля, ну, свежего миндаля, то есть самый-самый такой простой. Честно говоря, он мне напомнил по запаху. Крем для рук каждый день. Да, когда-то у меня не было денег, и я покупала себе крема для рук каждый день. И мне вот по аромату это напомнило. Ну, извините меня, мне хочется немножко большего. Мне хочется роскоши, великолепия, потому что это крем не дешевый. Но здесь я этого по аромату не получила. Но он еще как-то быстро плюс выветривается. Он не очень насыщенный, быстро выветривается, и как-то бац, и все, и нету. Где моя роскошь? Мне хотелось чего-то этакого, чего-то большего. Крем классный, упаковка классная, все удобно, но запах здесь ни о чем. Поэтому именно с вот этим ароматом я не куплю и не советую. Далее покажу вот такой вот антисептик. Он почти закончился. Тут совсем капелюшечка на дне осталась. Я его ношу в сумочке. Давайте я вам сейчас покажу, потом у меня на улице закончится. Я его там и выброшу, чтобы не нанести эту пустую банку домой. И, скорее всего, я просто могу об этом забыть. Такой вот простой китс от Spell. Хороший антисептик. Удобно распыляет, ничего не сломалось, ничего не притекает. Руки не сушит. То есть даже какой-то эффект увлажненности после него что-ли. Поэтому дешево сердит, а хороший. И последнее, что вам буду показывать, это очередная паровая маска от Magritte с апельсином. Это мой муж их делает. Она вот так вот выглядит. У нее согревающий такой паровой эффект. Он постоянно находится перед компьютером. И, конечно же, после работы ему хочется немножко глазки, чтобы расслабились. Поэтому вот он сделал очередную маску. Не каждый день делает. Ну так, по случаю, по настроению. Девчонки, это все, что хотелось вам показать. Как видите, есть о чем рассказать мне сегодня. Хотя с прошлых пустых баночек прошло буквально там 3-4 дня. Но вот так вот поднакопилось. Ну все благодаря тому, что какие-то банки были открыты долго. Какие-то там миниатюрки мне попались. И я решила, что почему бы не снять мне видео сегодня. Ну все. Все, что хотела рассказать, рассказала, показала. Буду с вами прощаться. Всем спасибо. Всем пока.